Леонид Гозман, российский политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот, мы вместе с вами посмотрели сюжет. Хочу еще озвучить цифры аналитиков Министерства обороны Великобритании. Вот, госбюджет России на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68%. Это по сравнению с бюджетом на этот год. Получается, расходы на оборону в следующем году составят 6% ВВП россиян. Ну вот, что стоит за этими цифрами? Это увеличение инфляции, давление на бизнес. Вот, в сюжете люди жаловались, что каждый месяц дорожают продукты. У большинства невыплаченные кредиты. Вот, куда Путин загоняет экономику страны? Нет, ну, он и экономику, и вообще все. Он уже загнал в абсолютную катастрофу, из которой, я думаю, выхода, в общем, нет. То есть, ну, выход такой же, как был у Германии после Гитлера. Вот, то есть, это полная катастрофа. Это сравнимо с трагедией 1917 года. 1917 года. Вот, ну, к сожалению, это все происходит. Теперь насчет самих этих цифр. Я просто прошу вас понимать, что мы здесь, когда мы опрашиваем людей, да, то мы получаем не реальный уровень ухудшения их жизни. Да, конечно, он ухудшается, это все совершенно точно. Но мы получаем не это. Мы получаем их ощущение от ухудшения их жизни. Понимаете, это немножко разные вещи, да. То есть, люди не в том дело, что люди объективно хуже живут, а в том дело, что люди чувствуют, что они хуже живут. Вот это очень важно, с точки зрения политической и так далее. К чему может все это дело привести? Ну, голода в стране, скорее всего, не будет. Просто потому, что Путин достаточно осторожен, он не уничтожил рыночную экономику. Рыночные механизмы остались. В стране, где есть рыночная экономика, нет голода. Вот там всегда что-то такое находится, и как-то люди живут. То есть, такого, чтобы совсем эти, как, ну, чтобы вывести людей на улицу, потому что нет хлеба, такого, скорее всего, не будет. Как-то случилось, кстати говоря, в феврале 17-го года, когда в 2017-го, когда пала монархия, а хлеб на самом деле был. Это был просто слух такой, прошел. Вот. Но постоянное ухудшение, люди недовольны. К чему это недовольство будет приводить? Оно не приведет, к сожалению, к взрыву против Путина. Люди будут в этом обвинять. Вас, ну, Украину в смысле, да, Америку. Но Путина тоже. Путина тоже. То есть, это готовит не... Но не сначала Путина. Во-первых, не сначала. Вот, во-вторых, готовится не народное возмущение, которое сметет этот отвратительный режим, да, а готовится дистанцирование, ну, оно и так очень сильно есть, от режима, которое открывает возможность для любого переворота. Ну, вот вы помните, когда был мятеж Пригожина, то никто не сопротивлялся, а в Ростове его встречали чуть ли не с цветами, его армию. Вот к чему это идет. Понимаете, вот к этому. Ну, а то, что ситуация объективно становится хуже, ну, конечно, слушайте, тратить такие бешеные деньги на убийство людей, ну, да, конечно, на все остальное уже не хватает. Извините, я на улицу, у меня тут летают как эти... Поэтому я размахиваю руками периодически. Такой еще вопрос хотели с вами обсудить. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой. Это произошло вскоре после того, как в декабре прошлого года его ранили в Ягодицу в Донецкой области. Вот об этом пишет издание Бильд, и издание получило записи разговора Рогозина с Дмитрием Барановым. Это гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс». И вот они обсуждали детали удара по крупному городу Украины с помощью ракеты-носителя, которую используют для полета в космос. И говорили, что оптимальнее запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту. Ну, а потом вот все это Рогозин доложил Путину. Как вы полагаете, что это было? Побочка от ранения или много спиртного или что-то еще? Как это вообще можно объяснить? Нет, вы знаете, ну, то, что он на вас обижен за то, что вы его так как-то бестактно ранили, это, конечно, обижен. Он вас и раньше не любил, с другой стороны. Он вообще никого не любил. А тут другое. Его поперли из космоса. Ну, все-таки, видимо, уровень скандалов, воровства, провалов. Ну, как-то привыкло вообще все возможное. Но вообще, это Рогозин, значит, интересная фигура. Он проваливал все, за что брался. Просто вообще все. И почему-то он все ввел выше, 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 выше. Вот, по-видимому, вот это вот жлобство, которое он демонстрирует, и хамство по отношению ко всем. Это сейчас он хамит вам. Раньше он хамил западникам, западным людям. Раньше он хамил Евросоюзу, НАТО. Он всем хамил. Сейчас пусть Матвиенко хамит в Совете Федерации. Ну, конечно, конечно. Вот, видимо, это очень нравится Владимиру Владимировичу. И за это вот это обеспечило его карьеру. Вот. Но потом все-таки его поперли из Роскосмоса. А ему надо как-то, ну, как-то быть на плаву. Понимаете, как быть на плаву? Вот он пытается выслужиться перед начальником вот такими замечательными предложениями. Ну, собственно говоря, и все. Это никак ничего не говорит о реальных намерениях тех, кто управляет Россией. Он не управляет Россией. Он уже в отставке. Совет Федерации. Это почетная пенсия. Это ничего не говорит об их реальных намерениях. Но это говорит о том, что им нравится, а что им не нравится. Вот такие предложения им нравятся. Не в том смысле, что обязательно их реализовывать. А вот просто вот взять, понимаешь, вот так вот из космоса, вот так вот долбануть. Вот так. Как это будет классно? Вот. Это нравится. Вот эти идеи нравятся Путину. Это не значит, что он будет реализовывать. Но они ему нравятся. Вот, собственно, и все. Хотела еще с вами обсудить одну фото, которое меня вчера поразило. Глава Татарстана Рустам Миниханов наградил сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама орденом Дуслык. И 15-летнего Адама отметили за значительный вклад в укрепление межнационального мира и согласия. Это я цитирую. И награду Миниханов вручал лично. И знаете, вот здесь важно вспомнить, что, ну, кажется, недели две назад депутат Госсовета Татарстана от Единой России Азат Хамаев на заседании регионального парламента как раз возмущался поступкам сына Кадырова. В каком правовом поле мы живем? Вот, вопрошал он с трибуны. И вот глава Татарстана берет и вручает орден. Ну, знаете, похоже, как извиняется вроде. Или как это можно объяснить? Ну, конечно, извиняется. Конечно, извиняется. Вы понимаете, в чем дело? Ведь, ну, предысторию-то. Адам Кадыров, сынок Рамзана Кадырова, избил в тюрьме заключенного Никиту Журавеля, который там сидит по обвинению. Там еще суда, суда еще не было. По обвинению в сожжении Корана. Вот. Значит, причем история вообще ужасная. Значит, ну, парень сжигал Коран, потому что его там кто-то обидел. Вот, очевидно, это глупости. Неправильно. Не надо сжигать Коран. Не надо сжигать ни Коран, ни Тору, ни Новый Завет. Вообще ничего не надо. Не надо священные книги оскорблять. Это понятно. Ну, и, в общем, как бы, ну, если подумать, ну, чего он заслуживал? Ну, штрафы за хулиганство. Ну, не больше. Да? Вот. Его арестовали. И передали в Чечню. Преступление было совершенно не в Чечне. Но его передали в Чечню. Там, где вообще никакого незакона, ничего и так далее. Передали туда. Там он сидит в тюрьме, ну, в СИЗУ, да? И к нему в камеру, каким-то образом, или там в какое-то помещение в СИЗУ, приходит вот этот вот орел. Орел молодой, вот этот 15-летний пацан, да? Приходит и его там избивает под камеру. Мало того, что он его избивает под камеру. Дальше Рамзан Кадыров публикует это видео у себя. И говорит, что его сын поступил как настоящий мужчина, настоящий мусульманин. И еще чего-то, да? То есть, понимаете, по мнению Рамзана Кадырова, настоящий мужчина, настоящий мусульманин, избивает безоруженного и беззащитного человека. Избивает под камеру. И это хорошо. После этого Рамзан Кадыров вручает своему сыну, 15-летнему вот этому пацану, вручает звезду Героя Чечни. Высший Орден Чечни. Когда депутат Хамаев совершенно резонные вещи говорит, что это вообще за дела, да? То это обидело Рамзана Кадырова. Депутат Хамаев извиняется публично. Солидный человек. В возрасте человек. Извиняется перед этими отморозками. А президент Татарстана едет вручать Орден. Конечно, это извинения. А знаете ли вы, что на следующий день после того, как президент Татарстана Гасим Меньханов вручил свой Орден, высшую награду Карачаева-Черкесии вручил президент Карачаева-Черкесии? Нет, я этого не знала. А вот я вам сообщаю. Значит, я думаю, что еще какие-нибудь награды вручат. Чего такое? У него к совершеннолетию просто вся грудь будет в Орденах. Это значит две вещи. Это значит, что среди носителей реальной власти в России, у нас же Византия, у нас же ни черта не поймешь. У нас, допустим, Валентина Ивановна Матвиенко, представитель Совета Федерации, считается третьим лицом государства. Ну, потому что если что случается с президентом, то премьер, если с премьером, то она. Ну, во главе государства. Ну, разумеется, она никакой не третий человек в государстве, она вообще не идет с какой-то, 150-й. Понимаете? Зато там Николай Патрушев, представитель Совета Безопасности, который в этом списке не числится. Он, на самом деле, по-видимому, и есть второе лицо государства. То есть, у нас никогда не известно. Вот кто реальная власть, а кто нет, видно вот по таким событиям. Кадыров – это реальная власть. Реальная власть. И, понимаете, вот если за абсолютное такое, ну, фантастическое беззаконие, которое он вот так вот провоцирует, он получает вообще извинения ото всех, вот он и есть реальная власть. Вот. Еще одна вещь, даже три. Еще одна вещь. Какая правовая система вводится в Чечне, и, по-видимому, не только в Чечне? Единственный, там, единственный параграф. Воля хозяина – закон. Вот чего хозяин захотел, то он и сделал. Понимаете? И, на самом деле, вся Россия идет в эту сторону. Вся Россия. Ну, и, наконец, я полагаю, что Рамзан Ахматович Кадыров решил, поскольку он хочет оставить власть в семье, по-видимому, он выбрал преемника. Преемником является вот этот вот 15-летний мальчик. Вот. Конечно, Рамзан Ахматовичу надо там хотя бы лет здесь просидеть еще в власти. Но он, наверное, думает, что, так сказать, Аллах милостив, и он еще просидет. Вот, я думаю, что мы вот видим сейчас нового, следующего, будущего президента или правителя Чеченской Республики. Знаете, у нас остается буквально три минуты, но хотела бы еще один вопрос задать, еще одно фото обсудить. В поселке выездной Нижегородской области администрация местной школы пригласила на встречу с детьми наемника СЧВК «Вагнера». При этом, кроме военных преступлений в Украине, на нем еще убийство двух человек в самой России. В 2010 году Александр Расправин, он говорящая фамилия, жестоко убил собственного деда, когда узнал, что тот завещает дом племянницы. За это преступление он отсидел всего шесть лет, вышел и спустя несколько месяцев убил и ограбил прохожего. Сел уже на 12 лет, но вот в тюрьме подписал контракт с ЧВК «Вагнер». И вот теперь он ходит по школам, такой герой, причем ходит с гранатометом и рассказывает о своих подвигах. Как это вообще можно прокомментировать? Ну, вы знаете, как говорил Экклезиаст, нет ничего нового под солнцем. Нет ничего нового под солнцем. Когда к власти пришли большевики в Российской империи, то они тоже считали уголовников социально близкими. И те уголовники, которые продолжали грабить, убивать и так далее, их расстреливали. Ну, потому что зачем они... Но те уголовники, которые вставали на стороны советской власти и готовы были ей служить, они были социально близкие и их всячески поддерживали. Фашистский режим, который Владимир Владимирович установил в нашей стране, он неизбежно становится уголовным. Это абсолютно неизбежно, к сожалению. Так что, да, это совершенно страшная тенденция. Абсолютно страшная тенденция. Понятно, что вот этот вот герой, он же понимает, собственно, безнаказанность. Ну, так он завтра еще кого-нибудь убьет. Почему? Почему нет? Но здесь администрация школы, нужно еще внимательно подходить к этому, кого они вообще приглашают, кого они к детям пускают. А кто их спрашивает? А кто их спрашивает? Они ходят с троем, как все. Как все в сегодняшней России. Я не знаю, тогда уже родителям просто выход детей в школу не пускать вот на такие встречи. Потому что их надо как-то защитить от этого. Я знаю довольно много людей, которые решили покинуть Россию сейчас. Не только потому, что они против войны с Украиной. Многие, конечно, против войны с Украиной. Но переезд дело тяжелое. И люди, многие стараются его избежать. Ну, вот я знаю людей, которые покидают сейчас Россию, потому что они не хотят, чтобы дети ходили в эти школы и чтобы из детей делали фашистов. Вот ради того, чтобы этого не случилось с детьми, они уезжают сейчас из России. Ну да, это, наверное, правильный выход. Спасибо. Спасибо огромное за ваши комментарии, за эту интересную беседу. Зрителям напомню, Леонид Гозман, российский политолог, был с нами на связи. Спасибо. Всегда рады видеть. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.